Доброе утро. Я обещал ликбез продолжить. Будем продолжать. Сейчас как раз это очень актуально. В преддверии 30-летия нашего становления Украины, давайте поговорим для начала о державе. Вроде мы ее маем, но это только кажется. На данный момент мы маем только назву. Держава Украины. А саму суть я попробую до вас завести. Что такое понятие державы? Не только для меня, а вообще для разумного сообщества и любого человека, который об этом будет разговаривать. Держава это такая территория, на которой люди живут. И вот они для себя выбирают свод законов, которые называются конституции. Для чего? Для того, чтобы когда вообще любое сообщество живет без законов, то это хаос, разруха и знаете, когда лебедь, рак и щука тянется непонятно куда. А когда мы основываемся на определенных законах, которые как бы общие для всех. Вот по этим критериям живет настоящая держава. Из чего она состоит? Буквально такая заставляющая. Как кубик-рубик из маленьких кубиков. Так вот, эти кубики называются, и в конституции она прописана, это державные институции. Что они собой представляют? Они представляют законодательную власть, они представляют институт президентства, судочинную власть. Так вот, что все институции правовые. Также их разветвление разное, это уже там по нескладающе спускается. То есть по большому счету три власти. Ну и можно так эмфемерно назвать власть народа. Что такое власть народа? Власть народа через наши выборы мы делегируем депутатов, и они управляются нашим сообществом. Они управляют на основе определенных законов, которые написаны в конституции, и которые дальше перевоплощаются на более низкие ступени. Это законодательные инициативы, которые превращаются потом в законы, которые пишут депутаты. И исполнительная власть, которая руководствуется этим и то же самое законодательством. Кабинет министров и все остальные подразделения, которые относятся к МВТ и так далее. Из чего вообще состоит нормальная власть? Нормальная власть, когда делегирует и выбирает определенных людей, понятно, что они должны быть разумные, умные и фаховые. То есть понимать, чем они занимаются и быть в этом среде специалистов. Смотрите, вот допустим, я хочу, я просто люблю простые примеры, вам будет проще объяснить мне и вам понять. Вот допустим, нанимаю я, скажем так, плиточек. Понимаете, когда я нанимаю плиточек, я же не рассказываю ему, что делать, правильно? Он уже фахивает свои области и он делает это сам. То же самое, когда назначают министерство. Сейчас у нас вообще такой хаос, непонятно чем руководит, пытается всем Зеленским, но мозгов у него не хватает. Поэтому получается то, что маем, то, что маем. Он просто нанимает управляемых людей, чтобы проще было направлять. А нужно нанять нормальных людей, умных, которые будут управлять своими министерствами и теми ведомствами, которые под ним находятся и они являются их начальником, управленцем и так далее. Вы же когда нанимаете плиточкой, вы же не рассказываете им, что делать, правильно? Вот поэтому и президент не должен рассказывать, что делать, допустим, судебные власти, исполнительные и так далее. Эти люди должны руководить своими подразделениями сами. А президент имеет как гарант конституции спрашивать о выполнении их домашнего задания. Это, знаете, как зоопарк, блин. Это получается как в детском саду, блин. Воспитатель спрашивает у ребенка, садил ли он на горшок, понимаете? Ну, давайте не опускаться за таких терминов, домашнее задание там. На уровне большой политики это вообще звучит как, ну, было бы так смешно, если бы не было так больно, скажем так. Поэтому институты должны работать самостоятельно в какой-то определенный период, допустим, временной. Там три месяца, полгода, месяц. Ну, это надо для каждого определять свой термин, отчетность. И вот они должны перед суспительством, то есть перед народом, за это время отчитаться. Не только перед президентом, а перед суспительством. Вышел, вот я такой-то, такой-то, я вот глава МВД. У меня в ведомстве творится то-то, то-то. Вот реформы проходят так-то, та-то. И свое видение, чего я хочу делать. Это касается всех институций, а в судебную власть, так вообще туда лезть никто не может. Понимаете, в чем дело? Потому что эти институции просто, если вы хотите, чтобы они работать, нужно сделать только одно. Просто их не трогать. Пусть занимаются прямым своим делом, а мы у них каждые три месяца будем спрашивать. Если это не сделано по какой-то причине, они должны назвать причину. Почему это не сделано? Если это не делается периодически и постоянно, у нас человек, который находится на этой должности, просто оттуда должен быть уволен. Уволен только не одним человеком, который кто-то хочет. Хочу назначу, хочу уволю, хочу все, что хочу, то и делаю. Понимаете? А сообществом людей, которые критично к этому подошли, они анализировали все его действия. Не способен, иди гуляй. Вот так работает нормальная система. Логически и так далее и тому подобное. Понимаете, в чем дело? То же самое теперь. То есть для того, чтобы работали системы, надо туда есть две вещи. Для того, чтобы работали все институции. Надо приглашать туда разумных людей, фаховых в этой области. Это раз. Никакой политических деятелей там быть не должно. То есть, если это юридическая система, суды, генпрокурор и так далее, там должен работать министерство юстиции. Там должен работать только выходец из этой сферы. То же самое министерство обороны, когда мне тут рассказывают, что там планируют туда верещук поставить. Это вообще зоопарк. Нельзя ставить тем более воиноведовство в воюющую страну человека, который не имеет профильного образования. Должен руководить как минимум. Человек нормальный в погонах больших, но тут дело не в погонах. У него должно быть профильное образование. Он должен академию генштаба закончить. Вот тогда человек этот способен и может руководить по логике, по здравому смыслу и по всему остальному. Во внешней политике это вообще зоопарк. Я уже слушаю эти пафосные площадки, надоело, но решил сам повещать немножко. Не говорю, что это основополагающее мое мнение, делать только так. Вы хотя бы задумайтесь. Это мнение со стороны, скажем так, обывателя. Что такое внешняя политика, понимаете? На более понятный язык переведу. Вот смотрите, живем мы, допустим, на площадке. Площадка это, скажем так, Европа. И вот нас окружают соседи. Как вас окружают соседи? Вот у вас дверь, рядом еще две двери напротив. Вот у нас есть Белоруссия, Россия. Ну, там все остальные. Понимаете, Молдова там. Ну, не буду перечислять Польшу. Вот ты смотри. Для того, чтобы нам комфортно жило на этой площадке, что надо делать? Нужно просто нормализовать отношения с соседями. В любом случае. Надо пытаться, потому что это вот если просто переверните это на более бытовой уровень. Вот у вас живет рядом сосед буян. Постоянно гадит. Гадит вам на коврик, подпалит двери и так далее и тому подобное. Вы так будете жить постоянно или будете все-таки пытаться эти отношения как-то наладить? Чтобы было комфортно жить всем. Это касается не только нас. Вообще все страны, которые... Я просто вам перевожу на более понятный бытовой уровень. То, что, как говорится, у соседей дома творится. Ну, допустим, я. Вот я к соседям не имею права лезть. Вообще. Кого они там выбирают. У них там глава семьи. Понимаете? Вот это начинается. Вот это будет лучше для нас. Это должно быть лучше для них. А мы должны работать с теми, кого выбрали они. Без всяких там заигрываний и так далее. Всякого вот этого маразма, который происходит у нас в Миде. В Миде, в Верховной Раде. Потому что, если человек что-то ляпает языком своим дурным в Верховной Раде, он представляет на данный момент государство. Можешь ляпать и ждя на кухню. Арахами я там Мао Зе Дуна читать собрался. Хай читает. Мао Зе Дуна, Библию, все что угодно. Коран. Только не надо ляпать своим дурным языком. Потому что, когда он ляпает дурным языком, он представляет Украину. То есть, державу. Если ты уже пошел на державную службу, думай, что ты говоришь и делаешь. Просто думай. Потому что ты не имеешь права осознать себя на этой должности, как самостоятельное лицо. Ты представитель государства. Я не знаю, как можно еще объяснить этим баранам простые вещи. Просто простые вещи. Не маешь права ниякого. Ляпать языком и заниматься всякой хуйней. Вы не клоуны. Таких вообще, честно говоря, низкоинтеллектуальных личностей там вообще быть не должно. Но это уже наша вина. Мы выбираем. Понимаете, в чем дело? Вот держава, это когда работают все институции. Работают правильно, корректно. Для того, чтобы они работали правильно, корректно, нечего к ним лезть. Просто не лезьте. Тем более, никогда не лезьте в экономику. Любые институции, которых это не касается. Это касается СБУ, когда они за бизнесом следят. И так далее и тому подобное. Это основы коррупции. Ничего хорошего конструктиву. Это не имеет значения никакого. Вот занимайтесь, понимаете, будет держава работать. А держава для идиотов, тупых, я просто объясняю. Держава это взаимодоговоренность. Между людьми, которые мы туда делегируем, которые просто управляют. Управлять должны элиты, в моем большом понимании. Потому что управлять все не могут. И народом, понимаете? Вот элиты, которые мы делегируем, которые способны брать на себя ответственность и отвечать за эти все поступки, действия. Отвечать. А мы должны спрашивать, дорогой, а вот в этом варианте. Если что сделал? А как ты делаешь? А какой у тебя вектор развития? А куда мы идем вообще? А у нас мы дошли до десятилетия. И у нас нет четкого вектора развития державы. Мова, Вера, НАТО. Это не развитие державы. Нет четко структурированного понятия нашей экономической деятельности, куда мы стремимся. Судачинство мы до сих пор не выровняли. А у нас институт судачинства вообще не работает. О какой державе тогда идет речь? А мы, как дебилы подсавковские, мы палки ставим в каждой области. Понимаете? Палки с флагом. Это сейчас очень актуально. Бедная саня. Вы знаете, я каждый через день скупляюсь в супермантке, маме своей. И я вижу, как стоят с утра пенсионеры, которые ждут социального хлеба. Вот держава. Понимаете? Я понимаю, что это по телевизору не показывает. Это не нужно, не актуально. Понимаете? А мы занимаемся непонятно чем. И четко структурированной идеей. Без лидера реально. Зеленский не лидер. Лидер это, который сплочает массы и ведет их к созиданию, к соответствию хорошей державе. Морально, где всем хорошо. Где друг друга любят, поважают и так далее. А мы разбиваем до сих пор. Белый, красный, синий. И так далее. И начинается срач. Понимаете? Идет депрессия, идет агрессия. Поэтому державы нормальные мы не имеем. За 30 лет мы ее так и не построили. Глубоко убежден. Вряд ли кто-то мне докажет обратное. Вести могут только элизы. Которых на данный момент здесь нет. Очень хотелось бы их построить. Сформировать, созидать. Чтобы они были в Украине. Их нет. А элитами может быть только умные и порядочные люди. Даже вот не буду далеко углубляться. Два тезиса. Умные и порядочные. Вот это настоящие элиты. Которые хотят созидать. Которые знают и хочет больше чем потребительских. Понимаете о чем я говорю? Более простыми я не знаю как это сказать. Ну который хочет просто сделать хорошо держать. Который хочет сделать ее не только для себя. Вот это настоящий лист. И другого пути у нас нет. Как бы мы не пырхали. Какой бы бред не несли с экрана. Понимаете? Как сказать? Не надо там. Эта история. Совок. Там было хорошо. Я вот реально говорю. Мне было очень хорошо там много вспомнить позитивного. Если не брать мировую глобальную политику. Вот эту всю верхушку. Там очень много позитивного. Было больше добра и так далее. Там было. Мы читали. У нас было хорошее образование. Свое. Поэтому не знаю как вы считаете. А я не хочу никакими ценностями пользоваться чужими. У меня ценности свои. Свои. Своя мораль. Ну. Мораль вообще не бывает своя. Она общая для всех. Понимаете? Не надо ни к чему стремиться. Надо просто улучшать свою страну на базе морали и здравого смысла. Больше ничего не надо. Для того чтобы не надо ничего кардинально менять. Надо чтобы просто заработали к институции. Так как они должны работать. Институции все. Судебные, законодательные, исполнительные. Институт президентства. Все должны на своем месте заниматься своим делом. Только своим делом. Которое им дано. Конституция и законодательство. И не лезть туда куда им не надо. Всего лишь навсего. И кто-то один должен вести это. И осуществлять полный контроль. Но полный контроль это не авторитаризм. А просто чтобы институции работали. Кто у нас? Гарант конституции. Правильно? Правильно. Вот должен президент спрашивать у всех. А почему не сделано это? Есть определенные времена. Не сделал да побачил. Не сделал да побачил. Хороших всех оправдать. Не надо никого оправдывать. Оправдание ни к чему хорошему не приводит. Мы можем еще лет 30 всех оправдывать. И хотеть ныть. Почему у нас это не получается. Какие мы бедные и несчастные. Мы не бедные и несчастные. Мы украинцы. Свободные люди. Вот поэтому надо и стремиться. А все остальное фуфло. И об этом даже не стоит не то что говорить. Вот такие люди как Ирина Фарион. Ой блин. Я даже не знаю найти и место. Но желательно чтобы ее не было ни в эфире нигде. Пусть себе вещает на кухне и не знаю. Со своими тупыми сторонниками. Нормальный человек не разбивает общество. Честь и хвала нашим олимпийцам. Которые получили медали. Которые просто участвовали. Старались всем. Не только тех кто получили медали. И тот чаморочный человек. Который пытается рассказать что им делать. Вы знаете. Вы просто не понимаете такой простой сути. Вот допустим я не обобщаюсь. И обобщать в принципе это глупо. Нельзя обобщить все. Надо разделить. Российское общество. И российское государство. Если вы до сих пор это не понимали. Я вам говорю. Просто задумайтесь об этом хоть раз. Просто задумайтесь. Я разделяю. У меня два друга. Они живут в Москве. Отличные ребята. Которые ненавидят Путина. Разумные. Интеллигентные. И так далее. Они живут в самом центре Московии. В Москве. Вот если брать нарративы вот этих дебилов. Националистов. Я реально говорю. Это дебилизм. Просто дебилизм. То получается. Я с ними общаться не должен. Но. Есть одно но. Я то действительно украинец. Потому что я вильная людина. И я буду делать то. Что считаю нужным. На основе своих умственных способностей. И морали. И мне никто не указывает. Что мне делать. Как мне делать. Поэтому я буду общаться с россиянами. Я буду называть россиянами нормальными. Порядочными людьми. Тех людей. Которые этому соответствуют критерии. Я буду с ними общаться. Я буду разговаривать на украинском мове. Буду рассказывать на русском языке. Это мое дело. Но. Я прекрасно понимаю. Что единой мовы в Украине. Ее украинском. Я ее знаю. Я на ней ее. Размовляю. А на каком языке мне разговаривать. Если я не государственный деятель. Мне заказывать не может никто. Основываясь только на конституции Украины. Которая является основополагающим законом у нас. Поэтому олени. Которые тут что-то рассказывают мне. Идите лесом. Я буду делать только то. Что считаю нужным я сам. А не вы. Но. Я должен соответствовать тем законным и моральным нормам. Которые дает мне государство. То есть. То общество. Ну не только государство. Вообще общество в котором мы живем. Вот так то ребята. Поэтому Россия для меня не фуфло. Да были перегибы. В любом государстве. Мы под Польшей были сколько раз. Давайте Польшу ненавидеть. А чего. Ну я не призываю. Это просто рассказывать что это идиотизм. Просто идиотизм. Оставьте историю историкам. Просто оставьте в покое. И давайте жить настоящим. Если мы будем. Надо из истории просто брать. Как бы выводы делать. Понимаете. С его уроков. И все. А жить на настоящем. И созидать. Делать. Надо сейчас. Понимаете. Просто оставляйте историю в покое. И тогда будет спокойствие всем. Вашим головам. Тупо головам иногда. Вот эти все националисты. И так далее. Понимаете. Вы никогда не заставите полюбить Бендеру. Допустим. Человека там. С Луганской. Если он это не хочет делать. Никогда. Эта идея утопична. Украина. Таким как Фарион. Место не должно быть. В управлении государством. Вообще. В законодательной основе. Ну. Людей. Которые сбивают нацию. Нельзя выбирать. Надо выбирать. Людей. Законодательные. И так далее. Депутат. Президент. Любые должности. Которые сплачивают. Не только нацию. Поймите. Тут живут многие нации в Украине. Это не только украинская нация. Здесь живет. Тут живут россияне. Грузины. Армян. Евреи. Они тоже считаются. Гражданами Украины. Поэтому. Мир. Давно уже стал. Космополитичным. То есть. Вы не понимаете. Задумайтесь об этом. Поэтому. Когда мы перестаем ругаться. Делить людей. На правильных. И неправильных. Мы будем. Основывать. Созидать Украину. И вести ее к совершенству. Может хорошо жить. Когда перестанем ругаться. Вот так. Честь имею. Украины. Украину.